здравствуйте мои дорогие здравствуйте мои дорогие в момент наступления нового года который скоро произойдет я хочу чтобы у меня не было никаких лишних дел которые я не доделал я сейчас строю замок детский осталось совсем немножко слушать книгу Дон Кихот я уже почти все закончил осталось только клеем закончить и увидел двух всадников один из которых спрыгнул на землю и сказал своему спутнику слезай приятель и разнуздай коней мне сдается что травы здесь для них будет вдоволь а для любовных моих дум вдоволь тишины и уединения произнеся эти слова незнакомец в один миг растянулся на траве когда же он поварился на землю послышался звон доспехов и для Дон Кихота то был явный знак что пред ним странствующий рыцарь по всему обстоятельству Дон Кихот приблизился к спящему Санчо потянул его за руку и с немалым трудом добудившись сказал ему на ухо брат Санчо приключение дай бог чтоб удачное отозвался Санчо а где же оно государь мой это самое многоуважаемое приключение где приключение Санчо переспросил Дон Кихот поверни голову и погляди вон там лежит странствующий рыцарь и сколько я понимаю он не чрезмерно весел я видел как он соскочил с коня и словно в отчаянии повалился на землю и в это время зазвенели его доспехи почему же ваша милость думает что это приключение осведомился Санчо я не хочу сказать что это уже и есть приключение это только его начало ибо приключения начинаются именно так отвечал Дон Кихот но чу кажется он настраивает не то лютню не то гитару откашливается прочищает горло видно собирается петь честное слово так оно и есть сказал Санчо должно полагать это влюбленный рыцарь странствующий рыцарь не может не быть влюблен заметил Дон Кихот послушаем же его и по шерстинке песни узнаем овчинку его помыслов ибо уста глаголют от полноты сердца Санчо хотел было возразить своему господину но ему помешал голос рыцаря леса голос не слишком дурной но и не весьма приятный и прислушавшись Дон Кихот и Санчо уловили что поет он вот этот самый сонет сеньора я на все готов для вас извольте лишь отдать распоряжение и ваш любой приказ без возражения я в точности исполню сей же час угодно вам чтоб молча я угас и жизнью я прощусь в одно мгновение узнать хотите про мои мучения самой любви велю сложить рассказ противоречий странных сочетания как воск мягка и как алмаз тверда моя душа по вас тоскует страстно вдавите или врежьте по желанию в нее ваш дивный образ навсегда стереть его уже ничто не властно тут рыцарь леса вздохнув казалось из глубины души кончил свою песню а немного погодя заговорил голосом жалобным и печальным о прекраснейшая и неблагодарнейшая женщина во всем подлунном мире уже ли светлейшая кассельдея вандальская ты допустишь чтобы преданный тебе рыцарь зачах и погиб в бесконечных странствиях и в суровых и жестоких испытаниях уже ли тебе недовольно того что благодаря мне тебя признали первую красавицу в мире все рыцари наварры леона тортесии кастилии и наконец ламанчи кассельдея вандальская то есть андалузская по имени германского племени вандалов владевших южной частью испании это имя придумано сервантосом по аналогии с дульсинеей табосской тортесия от тортеса древнего финикийского торгового города в юго-западной испании в устье реки гуадалквивир тортесия тоже что и андалусия ну уж нет молвил тут дон кихот я сам рыцарь ламанческий но никогда ничего подобного не признавал да и не мог и не должен был признавать ничего столь принижающего красоту моей госпожи теперь ты видишь санчо что рыцарь этот бредит впрочем послушаем еще уж верно он выскажется полнее еще как выскажется подхватил санчо он по видимости приготовился целый месяц выть без передышки случилось однако ж не так услышав что кто-то поблизости разговаривает рыцарь леса прекратил свои пени стал на ноги и звонким и приветливым голосом произнес кто-то что за люди принадлежите ли вы к числу счастливых или же скорбящих скорбящих отозвался дон кихот в таком случае приблизитесь ко мне молвил рыцарь лес и знаете что вы приближаетесь к воплощенной печали и скорби услышав столь трогательный и учтивый ответ дон кихот приблизился к рыцарю а за дон кихотом проследовал и санчо сетовавший рыцарь схватил дон кихота за руку и сказал садитесь сеньор рыцарь чтобы догадаться что вы рыцарь и принадлежите к ордену рыцарей странствующих мне довольно было встретить вас в этом месте где с вами делят досуг лишь уединение до вечерней роса обычный приют и естественная ложа странствующих рыцарей на это ему дон кихот ответил так я рыцарь и как раз этого самого ордена и хотя печали бедствия и злоключения свили в душе моей прочное гнездо однако же от нее не отлетело сострадание к несчастьям чужим из песни вашей я сделал вывод что ваше несчастье любовного характера то есть что они вызваны вашую любовную страстью к неблагодарной красавице которые имя вы упоминали в жалобах ваших так в мире и согласии вели они между собой беседу сидя на голой земле и кто бы мог подумать что не успеет заняться день как они уже займутся друг дружкой на поле сражения уж не влюблены ли часом и вы сеньор рыцарь спросил дон кихота рыцарь леса к несчастью да отвечал дон кихот ну чтож я закончил практически остались там какие-то мини доработки счастья удачи любви успехов встретимся в следующих роликах прослушивание книги дон кихот ломанческий